Выники международной экологичной акции «День без автомобиля» подводятся на Гродзеншине. Как свежие специалисты, у День проведения сусветного мероприемства было зафиксовано снижение концентрации шкодных рэшевов у поветра областного центра. Звязано это лишь экологи не только с тем, что многие гродзенцы вырешили подтримать международный заклик и отмовились от автовояжов. За уважный уплыв мела дождливая надворья и то, что акция припала на выходный день. Специалисты узгадали и летошние выники, когда у Гродня специально перекрывали одну из центральных улиц для проведения замеров. Тогда концентрация оксида углерода у поветра Гродна в День акции снизилась на 40%. Самое опасное выбраться отработавших газов – это диоксид углерода, азотные соединения. Ну и как уже показывает практика по данным гидромета, именно от резины, от расплавленного асфальта – это формальдегид. Для сравнения я могу сказать, что когда в 2016 году мы перекрывали улицу Советская и сравнивали качество атмосферного воздуха в час пик и при перекрытой улице, концентрация загрязняющих веществ уменьшилась на порядка 40%. Поэтому я думаю, что в этом году цифры будут примерно такие же. Головная мета дня без автомобиля – притягнуть увагу в родинцах до выращения агульно-планетарной задачи по снижению колькости шкодных выкидов у атмосферу. На этой мете накерованы и иншие акции экологов. Так, у областных центра пройшел же ночи велопробег, а у новом парку у микрорайоне Фолюш была высаджена кляновая аллея з некольких десятков молодых древуцев.